В начале игры мы сдержали мощный натиск Сибири, выставили потом в меньшинстве очень много времени, удачно забили во втором периоде, но в третьем, к сожалению, пропустили вот эти необязательные голы, но сумели выставить и до конца заиграть. Ребятам спасибо, сегодня проявили характер, молодцы, здорово, сыграл от воздушных. Анатолий, его команда с победой. Спасибо. За служение победы. Ну что, в общем-то, здесь полностью провалили второй период. К сожалению, появились проблемы в зоне обороны, где мы действительно уступали сопернику, где они нас переиграли, здесь есть над чем нам подумать, поработать. Пять пробочных шайб, конечно, дома это очень много. Ну что, будем работать, разбираться, смотреть. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Дмитрий Вячеславович, вы после матча с победителем говорили, что команде предстоит научиться играть в матч, ну, после каких-то игр, как с магниткой, с трактором. Сегодняшняя игра – это повторение отчасти? Это урок, это большой урок для нас, это… Я с вами полностью согласен, здесь нужно уметь играть такие игры, а почему-то Новокузнецку почему-то надо было больше, чем нам. Но нам, поверьте, нам очень тоже нужно было. Но им… Они больше хотели, они победили. Вот пауза, по-моему, пять, или дней четыре. Перед игрой с «Динамо» будет. Насколько команде отдых вы видите? То есть, насколько этот период важен в плане физической подготовки и усталости? Ну, в общем-то, я согласен, тут надо дать отдохнуть, прежде всего нашим лидерам дать отдохнуть немножко. Вот. Но опять же, скажу, это у нас молодая, как хорошая команда. Здесь дело все немножко в другом, мне кажется, психологии. Мы должны на каждую игру почему-то… Ну, это, знаете, она игра сегодня действительно такая была. Отдельная, отдельная, в общем-то, здесь где-то мы, не знаю, может быть, это случайность. Ну, будем смотреть, хотя случайностей мы не верим. Виктор Вячеславович, а недвучанка сегодня не было, потому что в общем-то бляжем? Ну, конечно, сегодня немножко рискнули. Ну, не то, что рискнули сегодня, наверное, нужно было… Опять же, говорю, все это мы говорим, когда все это произойдет. Глаз очень хорошую форму, как вы помните, играл последний. И, в общем-то, с такой… Мы сегодня ждали очень тяжелую игру и поставили Джеффа, но… Получилось сегодня… Ну, мы Джеффу не помогли. Джефф нам помогал, но мы сегодня не будем помогли. Ну, у нас нет возможности, молодой игрок, молодой вратарь играл. Да, мы поменяли бы сегодня. Анатолий Анатольевич, говорили, что ваш новый вратарь Тайсон сексомент может сыграть в Новосибирске, покупать шинею. Сегодня остался мне заявка. Привет! И еще как бы было на 2 с командой на команде? Вчера на тренировке молодой игрок получил травму, уже третий. И поэтому мы сегодня заявили в Корею молодого игрока, и поэтому не смогли заявить Тайсона. А вы уже как-то по тренировкам, ну, он же тренировался с командой, то есть вы знаете его физическую готовность, потому что… Нет, пока он еще не совсем готов, он будет тренироваться. А это большая проблема для вашей команды, что и он, и Крис Саймон, то есть они без игровой практики будут набирать форму по ходу. Ну, мы попали в такое положение теперь, что теперь об этом говорить, конечно. То есть будете через игры выдавать реформу? Да.